Россия, мне кажется, что у вас счастливая страна, что у вас вообще никаких болезней нет, никаких неприятностей, потери работы, нехватка денег, заболел зуб, умер ребенок, нехватка какой-то там жилищной площади, ну, проблемы, которые возникают у любых других людей в других странах. У вас никогда вообще ничего плохого не возникает, поэтому вам нужны острые ощущения, знаете, вот вы реально хотите каких-то, например, ну, как можно представить, что взять человека, да, у которого есть сытный ужин, хорошая кровать, да, удобная жизнь, чтобы его посадить в окоп, и чтобы он там, не знаю, искал раз в неделю, где помыться. Вот кто бы мне такое сказал, что россияне просто ждут таких острых ощущений, чтобы пойти, вот, бросить свою страну, бросить свой родной город, бросить свою любимую жену и куда-то пойти в Украину, сидеть в окопе. Зима, лето, осень, кто бы мне такое сказал, я бы просто не поверила. В России, у вас реально такая вот настолько усытая, присытая жизнь, и вот вам не хватает острых ощущений? То есть, вот, вы же понимаете, что вот жизнь, какая она есть, она уже проблематичная. Жизнь состоит из проблем, жизнь состоит из болезней, в жизни и так вообще сложно прожить эту жизнь и быть всем довольным. Но, несмотря на это, вы бросаете свою, я хочу сказать, я не знаю ни одного американца, который бы переехал жить в Россию, ни одного француза, я не знаю, ни одного шведа, я не знаю, я не знаю ни одного нормального человека, который переехал жить, я из России, переехавших в Швецию, во Францию, в Польшу, куда угодно знаю, но чтобы к вам ехали, я не знаю, у вас жизнь никому не нужная. Вы все говорите, что нас хочет Америка, вас Америка не хочет. Вы никому не нужны. Россия, вот представьте, что вот есть мусорка, там лежат какие-то чьи-то носки бомжа. Вы хотите носки бомжа? Вы полезете вот в урну, чтобы достать носки бомжа? Ну нет, конечно. Бомж – это человек, который как бы, ну, никому не нужен. Носки на его ноге тем более никому не нужны. Вот вы и есть носки этого никому не нужного бомжа. Понимаете, вы бросили свою вот эту никчемную жизнь и поперлись в Украине. В Украине что? Это ваша страна? Это ваш президент? Это ваши законы? Это ваш Майдан? Это что-нибудь в Украине есть ваше? Какого хрена вы туда приперлись и рассказываете, что вы принесли им? Может быть, им шведский мир нужен? Может быть, им какой-нибудь бразильский мир нужен? Может быть, им какой-то еще мир нужен? Это их дело, что хотят они со своей Украиной, то и делают. Вот вы все рассказываете президентам. А вы знаете, какой президент, например, Швеции? Ну-ка, назовите мне его имя. Как зовут президента Швеции? Расскажите мне. Расскажите какие-то Майданы, законы. Расскажите что-нибудь про другую страну. Ну нет, конечно. Вы все напичканы вот этими, с вашими этими соловьевыми, с соловьевыми симоньянами. Я вообще поражаюсь, как можно жить вот в несчастной, никому не нужной стране, никому не нужной. Она даже вам не нужна, потому что если бы она была вам нужна, вы бы ее бы отстроили. Вы бы отстроили не Москву, а вот именно свой город. Но у вас нет никому, ваших городов, планета не знает. Планета знает только Москва и Питер. Все. Других городов, считай, нет на карте. Представьте, что есть резинка, и вас всех стерли. Вот везде просто белое пятно. А вот два города, Санкт-Петербург и Москва, все. Но вы себя нигде не отстраиваете. Ваша жизнь для вас, это как просто облачко. Пролетела жизнь, и все. И вот вы, вот эту никчемную жизнь, которую вы не построили, не позаботились, ничего не сделали прекрасного для родителей, для детей, для себя, вы ее бросили и пошли, сели в окоп в Украине. Но это пробили дно, россияне.